Продолжение следует... Познакомитесь со словарными словами. Узнайте, для чего нужен режим дня. Давайте поиграем. Игра называется... Замените одним словом. Холодное время года с безударной И. Зима. Ночная птица с безударной гласной О. О. Сова. Название птичьего жилья с безударной Е. Гнездо. Домашнее животное, которое является охранником с безударной гласной О. Собака. Чтобы проверить безударную гласную, нужно изменить слово. Чтобы безударный гласный стал ударным. Как бы мы не меняли форму этого слова, Слог, в котором нужно проверить безударную гласную О, не становится ударным. Как же быть? Запомнить написание таких слов и посмотреть правописание в орфографическом словаре. Маленький такой словарь вы найдете в конце вашего учебника по обучению грамоте. Запомните правило. Слова словарные очень коварные, потому что пишутся они не так, как слышатся. Чтобы грамотно писать, надо их запоминать. Да почаще повторять. Со словариком сверять. Откройте свои рабочие тетради на странице 16. Сядьте ровно и держите тетрадь под наклоном. Сохраняйте эту позу во время всей письменной работы. В первом задании давайте выполним минутку чистописания. Пишите правильно и красиво. В первой строчке пропишите заглавную и строчную букву В. На второй строке пропишите слово ВЕЛОСИПЕД. А на третьей сочетание слов ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА. Во втором задании давайте вспомним новое правило. Подберем нужное слово. Если гласную проверить нельзя, то ее нужно... Что сделать? Правильно! Запомнить! Выполним упражнение 3 с опорой на учебник. Страница 102. Упражнение 1. На прошлом уроке мы научились проверять безударные гласные, подбирая проверочное слово, используя правило. Нам нужно будет вставить безударные гласные слова с помощью слов помощников. Первое слово. Тропа. Какое проверочное слово нам подходит? Верно! Это слово. Тропы. Нога. Ноги. Сова. Совы. Нора. Норы. Слова. Слово. Облака. Облако. Во всех словах пропущена безударная буква О. Выполним упражнение 4. В учебнике это упражнение 3 на странице 102. Прочитайте слова. Поставьте ударение. И ответьте на вопрос. Можно ли проверить безударную гласную в этих словах? Давайте запишем эти слова. Первое слово. Береза. Слово береза это словарное слово. Нужно проверять написание слова по словарю. Запоминаем. Бе-ре-за. Следующее слово. Пальто. Запоминаем. Паль-то. Осина. О-си-на. В безударном положении буква О. Безударное гласное тоже О. Платок. Пла-ток. Безударное гласное. А. Сапоги. Са-по-ги. Костюм. Кос-тюм. И последнее слово. Акация. Запоминаем. В этом упражнении все слова словарные. Выучите написание слов наизусть, чтобы в дальнейшем не делать ошибок в их написании. Пятое задание в ваших тетрадях тоже выполним с опорой на учебник. Нам нужно записать слова в два столбика. В первый столбик мы запишем слова с проверяемой безударной гласной. А во второй слова с непроверяемой безударной гласной. Первое слово река. Река. Ударение падает. На второй слог в безударном положении буква Е. Можно ли проверить эту букву? Проверяем словом реки. Если мы можем проверить, значит записываем в первый столбик. Река. Реки. Следующее слово месяц. Ударение падает на первый слог в слабой позиции. Буква Я. Подумайте, как проверить эту букву? Правильно, ребята. Эта буква не проверяется. Слово месяц это словарное слово. Запоминаем его написание и записываем во второй столбик. Слово месяц. Остальные слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными запишите в два столбика самостоятельно. Подводим итоги. На уроке мы узнали, что не все гласные можно проверить. Словарные слова нужно запомнить. Словарные слова нужно запомнить. Режим – это правильная организация дня. Ребята, если вам было интересно и вы справились со всеми заданиями, нарисуйте смайлику улыбку. Рядом со смайликом шкала трудностей. Закрасьте в ней соответствующий кружок. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова